История этого памятника начинается почти 4000 лет назад в Древней Месопотамии. Это глиняная клинописная табличка. Сам текст, который на нее нанесен, датируется еще более ранним периодом, около 300 лет до того, как была создана эта табличка. Что же за текст нанесен на эту табличку? Долгое время это оставалось загадкой для ученых и вообще для общественности. Долгие годы, я бы даже сказала долгие тысячелетия, эта табличка была погребена под слоем песка, грязи, земли на территории Древней Месопотамии, это современный Ирак. Затем она была найдена, возможно, кем-то из местных жителей и продана перекупщикам, и таким образом попала в антикварную лавку в Европе. Известно, что эта табличка попала в Россию благодаря Николаю Петровичу Лихачеву, который собирал свою коллекцию древних манускриптов, в которую входили тысячи клинописных табличек, но не только клинописные таблички, это письменные памятники, относящиеся к культурам, можно сказать, всех времен и народов. Он покупал свои памятники у французских и лондонских антикваров. Таким образом, эта табличка попала в Россию, в коллекцию Николая Петровича Лихачева. Сам Николай Петрович Лихачев не был ни шумерологом, ни ассериологом, однако он поддерживал дружественные отношения с шумерологами в России, коих было очень мало на тот момент. Прежде всего, это Михаил Васильевич Никольский, который издавал некоторые административные шумерские тексты из коллекции Лихачева, и Владимир Казимирович Шелейко. С Владимиром Казимировичем у Лихачева были довольно дружеские отношения. Он дарил ему шумерологическую и ассериологическую литературу, и также он отдавал ему некоторые клинописные таблички, которые интересовали его для работы. Таким образом, и эта табличка с шумерскими легиями оказалась в руках Владимира Шелейко. Впоследствии Владимир Казимирович поступил на работу в музей. Одно время он даже являлся заведующим отдела Древнего Востока, обрабатывал клинописную коллекцию Пушкинского музея, составлял инвентарь. Но все это время эта табличка и еще некоторые таблички из коллекции Лихачева находились у него, скажем так, уже в личном собрании. И после того, как в 1930 году Владимир Шелейко умирает от туберкулеза, через несколько лет его жена Вера Константиновна Андреева Шелейко, которая также работала в Пушкинском музее, отдает в Пушкинский музей коллекцию табличек Шелейко-Лихачева. Это 74 таблички, включая вот эту замечательную табличку с шумерскими легиями. Но на тот момент было неизвестно, что эта табличка содержит уникальный шумерский литературный текст, поскольку Владимир Казимирович по всей видимости не успел начать ее обрабатывать или только-только начал ее дошифровку. По крайней мере, в его архиве, в его личных записях не сохранилось ничего об этой табличке. Таким образом, эта табличка оставалась недошифрованной еще около 30 лет. Все это время она лежала в нашем музее, хранилась в запаснике. И до 1957 года, пока в Советский Союз по обмену благодаря Советской Академии Наук не приехал известнейший шумеролог Сэмюэль Ноа Крамер. Это американский шумеролог, на тот момент очень известный. Он уже к тому моменту опубликовал огромное количество шумерских литературных, эпических, мифологических текстов. И, конечно же, скажем так, у него был глаз наметан на литературные тексты. Некоторое время, около месяца, он проработал в Москве, почти все это время в Пушкинском музее, перебирая нашу коллекцию клинописных текстов. И его взгляд остановился как раз на вот этой табличке. Опытный глаз понял, что сама форма таблички, вот это расположение колонок, прекрасный почерк свидетельствует о том, что это литературный текст. Конечно же, Сэмюэль Крамер как шумеролог сразу же определил, что речь идет о шумерском литературном тексте. И практически все то время, что он находился в Москве, он занимался дешифровкой этой таблички. Текст был довольно сложным, особенно на оборотной стороне, там очень много лакун, очень много потертостей на табличке. Дешифровка этого текста занимала много времени. Сэмюэль Крамер не успел дешифровать эту табличку, пока он находился в Москве, он продолжил эту работу в Америке. И в 1960 году вышла небольшая монография Сэмюэла Крамера, которая называлась «Две шумерские элегии. Новый шумерский литературный жанр». Самое важное – это имена, которые упоминаются в этих текстах. Поскольку табличка содержит две элегии, у нас здесь присутствует имя человека, от имени которого составлены элегии и имени двух усопших. Для первой элегии это «Нанна» или «Нанная». Это шумерское имя, возможно, с неким аккадским влиянием, которое означало «бога Луны», то есть шумерского бога Луны звали «Нанна». И вторая элегия была посвящена «Навиртум». «Навиртум» – это совершенно точно семитское имя, которое переводится как «светлое». То есть здесь мы видим коннотации со светом и, прежде всего, с лунным светом. Это очень важно, поскольку Луна и лунное божество было тесно связано с погребальным ритуалом, с заупокойным культом и, прежде всего, с культом предков. Далее в нашем тексте, в элегии, в строке 94 уже есть конкретная ссылка непосредственно на погребальный культ, точнее, на культ предков. Здесь сказано «Пусть твои домочадцы приносят свежую воду в место для возлияний». Дело в том, что шумеры представляли, что загробная жизнь была очень не сладка. И если у человека не было детей, это являлось самым ужасным наказанием, потому что некому после твоей смерти в будущем будет тебя кормить, некому будет тебя поить. И место для возлияния – это как раз таки место, где изливалась вода, для того чтобы умерший пил воду в загробном мире. Далее в наших элегиях упоминаются личный бог умершего и бог города в контексте того, что он должен избавить умершего от гнева и греха и снять вину опять же с домочадцев. То есть здесь мы тоже видим указания на культ предков. Более того, на взаимосвязь между выполнением определенных ритуальных обязанностей живущих по отношению к умершему, реализации вот этого культа предков кормлений и возлияний и связью вот этого с благополучием умершего в загробном мире и наоборот. Таким образом, если живые будут постоянно исполнять те ритуалы, которые они должны исполнять, то для живых будет благополучие и здоровье, а для мертвого хорошее пиво никогда не иссякнет из его сосуда для возлияний.